Всей семьёй на карнавал. Семья Березиных серьёзно подготовилась ко дню защиты детей. Все вместе шили костюмы, наряжали, сделали прически и грим. В итоге мама Василиса прекрасная, а сын безумный шляпник. Папа команда поддержки. А всё с одной простой целью. Мы с мамой хотим вызвать приз. Все вместе делали костюм, сестра помогала родная. Все старались. На шляпе у нас карточка, это означает на шляпке. Сколько стоит она? Из-за листа они в безумный шляпник. За лучший детский костюм в этот раз вручали велосипед за взрослый телевизор. 1 июня все городские площадки были полны семьями с детьми. Они участвовали в мастер-классах, квестах, пели, танцевали, развлекались на аттракционах. Всё это было организовано в рамках второго дня пряника. Снова постарались городская администрация и дом-музей пряника. Каждый взрослый ребёнок нашёл занятие по душе. Гуляем. Дружат самим мы. Гуляем. Потом пойдём кататься, да? Ну, кататься будем на аттракционах и всё. Нам очень здесь всё нравится. Погода супер. Вообще обстановка суперская. Дети довольные. Мне нравится вот обстановка, вот как всё тут находится, тир, кататься вот качелью, ну вот, получился. Ну, день мне понравился. То есть я надеюсь, мне ещё что-то будет новое. Приятно, что во Владимир приезжают отдохнуть и из других городов. Так семья Курицыных из Нижнего Новгорода. За два дня она планировала посмотреть не только Владимир, но ещё создали Боголюбова. Такой праздничный двухдневный тур. Пряничное веселье на соборке семью очень порадовало. Да, интересно. Мы сейчас проходили вот квест, закончили. Нужно было отгадывать эмоции. И за это дают наклейки, а потом дают призы и всё. Компанией Феррера Руси и областным департаментом образования в парке 850-летия был организован большой праздник. На него приехали воспитанники детских домов, специальных коррекционных школ, школ-интернатов региона. Почти 400 детей. Для них организовали 10 тематических площадок. Здесь можно было поучаствовать в велоквесте, постичь азы первой помощи, на специальном мастер-классе научиться давать вторую жизнь любимым вещам, покататься на коньках, научиться делать бусы, словом совместить развлечения и познания. Губернатор в сопровождении волонтёров осмотрел станции и остался доволен разнообразием мероприятий и вовлечённостью детей. Этот праздник, конечно же, очень символичный. Символичный тем, что в этот период мы все взрослые вспоминаем о главной нашей ответственности. А какая главная ответственность у взрослых? Любить своих детей, заботиться о них, помнить о том, что они наше основное будущее, наше главное будущее. И это наша главная ответственность за нашу страну. Владимир Сипягин поблагодарил родителей, воспитателей и педагогов, которые всё своё время отдают детям. И сообщил, что в этом году на детский бюджет запланировано больше средств, чем в прошлом – почти 20 миллионов рублей. На эти деньги будут поддерживать семьи с детьми. Большое число многодетных семей отправят на отдых в Крым. А в рамках нацпроекта по всей области откроют 100 творческих лабораторий для детей. Светлана Миронова, Иван Стариков, Виталий Сергеев, губерния 33.